Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение первой книги Паралепоменон и сегодня мы будем читать 23 главу, которая начинается словами Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона Далее и, в общем-то, до конца, до 32 стиха говорится о левитах и об их обязанностях Но мы остановимся на словах, которые мы прочитали что Давид, состарившись и насытившись жизнью, воцарил над Израилем сына своего Соломона Какая здесь существует взаимосвязь, что Давид, состарившись, насытился жизнью и он воцарил над еврейским народом сына своего Соломона Имеется в виду, что царь Давид как бы исчерпал весь ресурс возможных человеческих преимуществ такого положения быть царем И действительно, если в молодости человек очень активен и у него грандиозные планы то Давид перед смертью, он живет только одной идеей идеей построения храма И при этом он знает, что он храм не построит этот храм построит его сын но он все делает для того, чтобы построение храма было соответствующим образом То есть с годами у человека происходит как бы перестроение иерархии ценностей И то, что в молодости, в зрелые годы стояло на первом месте Теперь только храм Только храм, только служение храма Все остальное неинтересно Давиду не занимает его, что называется, напрямую, не касается его сердца И мы читаем второй и третий стих И собрал он всех князей Израилевых и священников и левитов И исчислены были левиты от тридцати лет и выше И было число их, считая поголовно, тридцать восемь тысяч человек Почему исчисление левитов идет от тридцати лет? Потому что именно в тридцати лет человек должен был выступать на священческое служение Вот почему Христос выходит на общественное служение То есть явление Христа народу происходит тогда, когда ему тридцать лет Почему? Казалось бы, Христос потомок Давида А при чем тут священство? Но на самом деле не все так просто Во-первых, мы видим, что Дева Мария и праведная Елизавета, мать Иоанна Крестителя, они в родстве А муж праведной Елизаветы был священник А священник мог брать за себя в жены именно тоже из своего колена Каким-то образом два колена соединились в биографии Христа И православная церковь учит, что Христос в своем истинном человечестве совершает три служения Служение царя, служение пророка и служение первосвященника И в православном догматическом богословии это расписано очень подробно Какие аспекты имеются в виду и в какой ситуации Прокопий Гасский, древнехристианский комментатор книги Царств Он пишет об исчислении левитов Книга Паралипоменон указывает число левитов И различные служения, на которые они были поставлены Давидом А также то, что для этого были собраны потомки Моисея И Садок, первосвященник, был потомком Елизара А Авимелех, Ифамара и потомком Первого Поскольку они были многочисленными Были уделены два жребия в череде богослужения А потомком Ифамара один Об этой череде упоминает и Лука в Евангелии Говоря, что Захария был из Авиевой череды Этот Авия, как указывает настоящая книга Принадлежал к седьмому поколению Таким образом, казалось бы, случайная такая деталь Но она сообщает нам некоторое наставление вере Четвертый стих Из них назначены для дела в Доме Господнем 24 тысячи Песцов же и судей 6 тысяч Песец в то время Это, если говорить современным языком Это и журналист Который записывает о всех событиях В тех или иных хрониках В памятной книге царя Каждый царь имел такую памятную книгу Это и личный секретарь царя Песец Это и каллиграф Который может очень искусно делать списки Торы И он должен очень хорошо разбираться В тексте Торы Чтобы пятикнижий Моисея Всегда было под рукой у царя А Песец будет подсказывать ему Правила чтения этого текста Если царь не в курсе Поэтому То, что было большое количество Разных левитов 24 тысячи Песцов же и судей 6 тысяч Имеется в виду Что песцы являлись И неотъемлемой частью Судебной палаты Любого судебного процесса Как в Сангидрине В Синедрионе В высшем судилище Так и в каждом суде Где совершали служение Шефтим Судья По коленам Сынов Израилевых И Песец Всегда записывал решение суда Постановление суда И так далее И четыре тысячи Привратников Привратники Это скорее стража Которые Оберегали храм От осквернения Поэтому они стояли При дверях И были ситуации В которых Они могли не пускать Людей в храм Например Если человек был Нетрезв Это мы видим В первой книге Царей Когда Пересвященник Илий Увидел Анну Ему показалось Что она Выпившая Потому что она молилась Но звука не было Только уста открывались А тогда похоже Молились всегда Только вслух Может быть Анна Это вообще первая Это мать Самуила Которая молилась Только открывая уста То есть про себя И не произносила Эти слова В слух Древние Иудеи Считали И считают Что молиться Очень важно В слух Почему? Разве Бог Не проницает Наш внутренний мир Да, проницает Но у Бога Есть ангелы Которые должны Уполнять его волю И вот Ради Скажем так Этих существ Лучше молиться Вслух Потому что Ангелы оберегают Молящегося человека Они даже В некотором смысле Как бы Доносят его Молитвы До Бога Но не в пространственном Смысле А высказывая Готовность Поучаствовать В нашей Судьбе Когда Бог Дает им На это добро Итак Четыре тысячи Привратников И четыре тысячи Прославляющих Господа На музыкальных Орудиях Которые он То есть Давид Сделал Для прославления Ну конечно Трудно представить Что Давид изготовил Четыре тысячи Музыкальных Орудий Для каждого Из Этого Оркестра Скорее всего Это была Некая Фабрика На которой В Иерусалиме Изготавляли Эти инструменты Но под Руководством Царя Давида Который Мог Изготовлять Образцы Для этих Разных Инструментов Или Делать Чертежи По которым Потом уже Мастера Делали Эти музыкальные Инструменты Эти музыкальные Орудия И Разделил Их Давид На Чреды По сынам Левия Герсону Каафу И Мирарии То есть Давид Учередает И Чреды То есть Какая Чреда Сменяет Какую Чреду Чтобы Служение Левитов Это было Как воинское Служение То есть Предстоять Богу Равнозначно Оберегать Границы Своей Стороны Совершать Какой-то Воинский Подвиг Действительно Только стойкий Человек Может Совершать Молитву Таким Эффективным Образом Как бы Молитвенно Предстоя За того Или Иного Человека Или за Целую Группу Людей За Целый Народ Отбивая Их От Бесовских Искушений Нападений Своим Псалмопением Чреды Указывают На наличие Непрерывной Молитвы Чтение Псалтири По соглашению Например Это Такая Старинная Монашеская Традиция Которая Зиждется Вот В этой Системе Чред И В апостольском Наставлении Что надо Непрестанно Молиться Но человек Не может Непрестанно Молиться Поэтому Молитва Совершается Попеременно Люди Делятся На Группы И Каждый Имеет Чеду Для своего Служения Если это Священник Седьмого Стиха По Двадцать Третьей Перечисляются Имена По Сынам Левия Герсону Каафу И Мирарии И В тринадцатом Стихе Уточнение Сыновья Амрама Аарон И Моисей Аарон Отделен Был На Посвящение Ко Святому Святых Он И Сыновья Его Навеки Чтобы Совершать Курение Пред Лицом Господа Чтобы Служить Ему И Благословлять Именем Его Навеки И Четырнадцатый Стих А Моисей Человек Божий И Сыновья Его Причтены Калину Левину И Мы знаем Из книги Исход Что Действительно Моисей Он Родился В этом Калине Левина Из Двадцать Четвертого Стиха Читаем Вот Сыновья Левины Они Они Могли Прислуживать При Храме От Тридцати Лет Они Могли Священно Действовать Поэтому И В нашей Традиции Христианской Алтарниками Могут Быть Молодые Люди Которые Несвященно Действуют Но Они Помогают Священникам От От Двадцати Лет И Выше От Тридцати Лет И Выше Возникает Вопрос Что Значит И Выше В Некотором Случа Это Могло Быть Шестьдесят Лет В Некотором Пятьдесят После Чего Служение Такого Человека Заканчивалось Потому Что Служение В Скине И Особенно В Храме Это Был Очень Тяжелый Физический Труд Представьте Себе Они Этих Агнцев Подымали Передавали Друг Другу Они Совершали Очень Активные Действия И Жад Приношений Было Столько Много Что Они По щиколку Стояли В Крови Шерстенных Животных И 25 Стих И Ниже Ибо Давид Сказал Господь Бог Израилев Дал Покой Народу Своему И Водворил Его В Иерусалиме Навеки Вот Здесь Опять Же Сказано Навеки Но Не Сказано Навеки Веков Навеки То На Ваш Век Хватит А Потом Не Очень Понятно И Левитам Не нужно Носить Скинию И всякие Вещи Ее Для служения В ней То есть Раньше Левиты Начиная с 20 лет Они носили Тяжелые Вот эти Вещи Когда Скиния Странствовала Посему По последним Повелениям Давида И Скинины Левиты От 20 лет И Выше Чтобы Они Были При Сынах Ароновых Вот Только Сыны Ароновых Совершали Полновесное Священство Остальные Левиты Им Помогали Но Даже И С Сынов Ароновых С 20 лет Они Могли Прислуживать А Только С 30 Священ Действовать Чтобы Они Были При Сынах Ароновых Для Служения Дому Господню Во Дворе И В Пристройках Для Соблюдения Чистоты Вот Мы Видим Здесь Что Они Занимались Уборкой Как Сейчас Юные Алтарники Они Могут Убирать Алтарь Подметать Там Что-то Женщины Не Могут Входить В Алтарь А Вот Молодые Юноши Они Могут Это Делать Для Соблюдения Чистоты Всего Святилища И Для Исполнения Всякой Службе При Доме Божьем Ну Конечно В некоторых Храмах У нас Бывают Монахини Совершают Такое Служение Они Могут Убираться В алтаре Почему Потому Что Это Ангельский Чин Это Ангельский Чин И Монахиня Она Уже Не Женщина Она Принадлежит Кангельскому Чину Поэтому Монахиням Допускается В особых Случаях Убирать В алтаре Обязанности Вот этих Прислужников Для Наблюдения За хлебами Предложения 29 стих И пшеничной Мукою Для хлебного Приношения Что значит Для наблюдения За хлебами Предложения И пшеничной Мукою Они Должны Были Следить За тем Чтобы В муке Не заводились Насекомые Черви И Они Следили За хлебами Чтобы Только Свежие Хлебы Предлагались Господу Все Что Черствело Оно Сразу Исключалось Из этих Приношений Также Они Следили За Пресными Лепешками Запеченным Жареным И За Всякой Меры И Веса То есть, чтобы все было как положено, и они же это и приготовляли. И чтобы остановились каждое утро, благодарить и слабословить Господа, так же и вечером. То есть, когда слабословие, они все собирались вместе, здесь уже и прислужники, и священники совершали общее служение, как сыны Аарона, собственно, священники, и левиты. И при всех всесожжениях, возносимых Господу в субботы, в новомесячие, в праздники по числу, как предписано о них, постоянно пред лицом Господа. И чтобы охраняли скинье откровения и святилище, и сынов Аароновых, братьев своих, при службах Дому Господня. То есть, это как воинская такая ангельская стража, которые оберегали святилище и защищали священников. В нашей ситуации мы оберегаем святилище в духовном смысле, когда защищаем догматическую чистоту нашего православного исповедания. И если мы допускаем в святилище нашей догматики какие-то талагумины, частные мнения, не дай Бог, ереси, вот это совершенно недопустимо. Поэтому великое назначение священнослужителя — оберегать догматы веры, как святые отцы нам заповедовали. И епископам говорили они, не дана никакая власть вносить что-либо новое в то, что мы приняли от предшествующих поколений. И действительно, на русском языке служение совершает именно воин, это служивые люди и священники. Воин служит с оружием в руках, защищая Отечество. Священник служит, имея орудием Слово Божие, этот меч обоюдоострый, оберегая догматы веры, чтобы, освятая святых православного исповедания Троицы, Богочеловечества Христа Иисуса, не вкрались бы никакие ереси, талагумены, какие-то частные богословские мнения.